С 8 сентября по 8 октября 2018 года по всей России стартовал Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Инициаторами и организаторами его проведения является Общероссийское общественное движение «Зеленая Россия» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии России. В течение месяца экологические мероприятия будут проходить по всей Свердловской области, в муниципальных образованиях, по всей России в целом. Нужно заметить, что наш регион является наиболее активным участником данного мероприятия. Именно 6 лет назад, в 2013 году, по инициативе известного шахматиста и депутата Государственной думы Анатолия Карпова и губернатора Свердловской области, «Зеленая Россия» выбрала центральную площадкой Свердловскую область, где прошел первый субботник. По всей стране на субботник вышло более 2,5 миллионов граждан. В 2017-2018 году среди регионов России Свердловская область выиграла гран-при и показала наибольшую активность населения. В шестой раз мы совместно с Российским движением «Зеленая Россия» проводим Всероссийский экологический субботник. На самом деле, уже не первый год это не единый день, это практически месячник. С 8 сентября по 7 октября экологические мероприятия будут проходить на территории Свердловской области, в наших муниципальных образованиях, в столице нашего региона. Надо отметить, что наш регион является одним из активнейших участников данного экологического мероприятия. Мы активно привлекаем не только жителей наших муниципалитетов, жителей наших городов, районов. Активно участие принимают в этом и представители таких федеральных ведомств, как Федеральная служба исполнения наказания, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Центральный военный округ, другие коллеги из федеральных органов исполнительной власти. Поэтому мы еще раз, в очередной раз приглашаем всех жителей наших муниципальных образований города Екатеринбурга завтра, 8 сентября, прийти и принять активное участие в Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Наша съемочная группа решила узнать, что же думают жители города о проведении субботника в нашем муниципальном образовании. Знают ли они о движении «Зеленая Россия», информированы ли они администрацией о проведении данных мероприятий на территории Артемовского городского округа. Мы прошлись по микрорайону до улицы Ленина, и навстречу нам попадались в основном люди пожилого возраста, которых действительно волновали вопросы уборки мусора, повышения тарифов на вывоз твердых бытовых отходов, а также организации проведения субботников в целом в нашем городе. Ну, конечно, чтобы не бросали, не кидали и убирали. Если я вот не кидаю, так я же не пойду, тем более инвалид, не до этого. Кто должен заботиться о чистоте? Все должны, все должны. А вывозить мусор? И вывозить мусор должны вовремя. А у нас этого не делается. Ну, кто деньги собирает? Ну, субботники, они, во-первых, сближают людей, организуют людей. Люди, понимаете, даже некоторые потом годами дружат. В этом месте работать, это же не зря. Я очень приветствую субботники. И это... Ну, только чтобы они чаепитим заканчивались, а не алкоголем. Нет, народ, понимаете, он народ должен, его должен кто-то организовать. А народ должен выйти и работать дружно. Все равно это же, это через Геновки передается. Наши деды работали, бабушки, мамочки наши. Я сама еще вот то время застала. Я приехала, мне 18 лет было сюда. Я в железнодорожной больнице работала. Ну, это плохо. Во-первых, у меня пенсии, я не доработала, мне не дали доработать. И у меня пенсии, даже стыдно сказать, я 40 лет почти проработала, у меня пенсии 9 тысяч с копеечками. Конечно, имея пенсию в 9 тысяч рублей, трудно достучаться до небес, чтобы обратить внимание главы Артемовского городского округа, месячное содержание которого составляет более 150 тысяч рублей, чтобы действительно привести в порядок экологическую обстановку в городе. Ну, как в советское время было. Всегда делали уборку. Или сами жильцы. Сами жильцы и это, помогали там. Кто грабляли, где ЖКХ работал, а когда ЖКО. И грабли привозили, лопатки привозили, все привозили. А сейчас же у кого еще есть? Кто с веником, кто санкционированным? Наверное, ЖКО. ЖКХ или как там. Ну, там они вообще сейчас ничего не делают. Они же хоть что-то делали. Вот лишние вещи, допустим, ну, там, тубочки всякие, там, выносили, читех забирали. А сейчас даже этого нет. Очень плохо. Мне это самое. Вообще, это ЖКХ не нравится. Люди пожилого возраста, помнящие еще времена ленинских коммунистических субботников, сокрушались, что повышение тарифов на вывоз мусора расхолаживает молодежь, и ее трудно теперь организовать на субботнике. Мы вот на своей территории и мусора все убираем, и озеленением занимаемся, и вот можете посмотреть 2Б, Гагарина, 1А. У нас там отличный, как говорится, участочек создан. Вот. То, что с мусором сейчас делается, такие деньги мы платим за мусор. Огромный тариф. Да, будет еще больше. Так что я думаю, что люди будут относиться негативно к этому, ко всему. Уже сейчас высказывают свой негатив, что слишком много платим за мусор. Очень много платим за мусор. И тем более, сейчас еще они к ТБО будут включать крупногабаритный мусор. Это пойдет общей строкой. А крупногабаритный мусор мы что, каждый день выкидываем? Каждый месяц мы вывозим? Все-таки эти нормы, тарифы не обоснованы. Вот. Поэтому я считаю, от субботника никто бы не отказался. Раньше мы ходили. Ну и, если мы от старой закалки, мы, возможно, и пойдем еще, у кого здоровье позволяет. А молодежь навряд ли поднимите. Потому что, потому что тарифы, тарифы такие скажут, а зачем? Вы берете с меня, вот и подбирайте. Раньше было как? Разобрала я какую-то мебель или ремонт сделала. Я звоню в управляющую. Как бы мне вывезти? Вот на такое-то число подойдет тракторная тележка. Пожалуйста. Тариф был 200 рублей. Все. Никаких проблем. А сейчас не знаю, что будет. Многие из запрошенных пенсионеров сетовали на плохое воспитание подрастающего поколения и менталитет народа в целом, не приученного к тому, что сорить в общественных местах так же неприлично, как и у себя дома. Применительно к избитой фразе «Чистота они там, где не убирают, а там, где не мусорят». Управляющая компания, они только около дома, метра, наверное, от стены. И все. Дальше они уже, их ничего не касается. Чисто там, где не сорят, они нигде убираются, как считается. От нас зависит, конечно. От кого еще вот это вот безобразие. Ну, у нас вот мы живем по 9 мая, у нас вот сейчас новые вот эти вот. Мне нравится, как они. Они не суббота, воскресенье, они регулярно каждый день приезжают. И у нас нормально там. Все это. Все время они выгружают. Люди органированы? Сами органированы? Нет, я имею в виду, вот это кто возит мусор, возит машины вот эти вот, большая машина. Независимо от выходных, не выходных, она каждый день приходит и забирает мусор. И даже вот бывает, что люди выбрасывают, ну, какие-то габаритные такие вещи. Смотришь, лежит около вот этой площадки. Идешь потом через какое-то время, уже нету, значит, я думаю, что они увезли, кто еще будет увозить. Я чего-то такое слышала, но пока не очень в курсе. В центре города, на улице Ленина, мы увидели целую свалку свежего мусора. Проходящие мимо люди равнодушно шли мимо. И только старики с возмущением отзывались об увиденном. С одной стороны, я считаю, это сами люди, мы такие. Да, 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 безобразные. Да, да, да. Это нельзя делать, это нельзя делать. Ну, зачем это вот все выбросили? Там же было поставлено. Ну, это еще бомжи ходят, роются, что-то ищут. Да, все ищут. У нас тоже мусор. Вот даже иногда идешь, вот даже в мусорных баках смотришь. Да, роются, роются мусорные. Да, я от нас тоже под ококом. Это же роются, роются, особенно пожилые. Ну, вот здесь вот все рыбаки. Я там же так вот хожу, часто хожу здесь, смотрю на окурки. Ну, стоит бак мусора. Ну, почему не бросить? Нет, бутылку выбросим. Я не знаю, у нас такая совесть. Это вообще безобразие, не знаю я. А какие-то субботники. Вот субботники МАЗ-завод организовал. Один раз, когда территорию убирали стадиона. А больше я не вижу так. А вывозы мусора вообще отвратительные. Вот вы пройдите сейчас у фаворита. Как ветки срубили, так и лежат. А кто должен возить? Ну, возить это, меня-то это не волнует. Кто должен возить? А так-то мусор, вот сейчас сделали мусорки, сейчас нормально. А вот такие кучи, вот ветки нарежут, бросят. Энергетики, провода надо освободить. От веток. Обрезали, бросили, уехали. Нет, люди сами не будут организовываться. Люди никто не будут. Вот надо было стадион тогда, на самом деле, чтобы дети занимались, что-то не только у компьютера сидеть, а чтобы нормально было. Вот тогда пенсионеры масс-завода этот вопрос подняли. А так нет. Надо организатора. Итоги опроса артемовцев показали, что проблему экологии одними жителями пенсионного возраста не решить. Нужны мероприятия со стороны официальных властей города, чтобы организовать субботники, предоставить инвентарь для уборки территории и, главное, помочь не только с уборкой, но и со своевременным вывозом мусора. Субтитры создавал DimaTorzok